Тема у меня, с одной стороны, простая, вроде очевидная, вокруг этой темы строятся, собственно, все наши с вами взаимоотношения, проход-хозяйственные соглашения. То есть с того момента, как проход-хозяйственное соглашение заключено, соответственно, универяется ход пользователя, мы тоже должны быть стороной, и от этого уже наша дальнейшая деятельность строится. Большинство знает, что за последние несколько лет на территории области у нас прекращено правопользование в отношении 6-ти опыточных годов. Три решения на сегодняшний день уступили в силу, и эти события, они окутаны множеством, так сказать, мифов и легенд. Хотелось бы поподробнее остановиться на этой ситуации и пресечь разговоры о том, что комитет пытается экономическое общество доступно, или есть еще мнение, что у кого-то кошмар, у кого-то пытается незаконно ущемить. Но если смотреть с самого начала, то животный мир у нас издекларирован как достояние народов Российской Федерации, неотъемлемую часть природных средств, возглавляющийся природный ресурс, важную компанию биосферы. И поскольку он является государственной собственностью, конечно, основой здесь будет приоритет публичных интересов. То есть в первую очередь он расценивается как достояние. В связи с чем передавая право по соглашению, государство передает и определенные обязанности, на исполнение которых оно правильно расширится при заключении соглашения. Вот как показывает практика, просьба всех заключили, но не все читали. Вот в ходе рассмотрения дел возникают в основном такие вопросы, что я не знала, меня не предупредили, или мне не сказали, или еще что-то. Уважаемые пользователи, все прописано в соглашении, и комитет всегда крылья в результате. Если какие-то есть вопросы, если какие-то пункты непонятные, вы всегда можете обратиться и все это прояснить. Все условия, они установлены действующим законодательством, то есть все условия, которые включены в соглашение. То есть это не комитет придумал, это не мы с вами тут решили, это все обстоятельства, установленные законом. Так вот, те условия, которые установлены законодательством и включены в договор, они считаются существенными. То есть их несоблюдение или ненадлежащие соблюдения, оно влечет за собой определенные последствия, которых бы не хотелось допускать. Прекращение права пользования осуществляется у нас только в судебном порядке, поэтому говорить о том, что это комитет что-то решил, об этом говорить никак нельзя. Комитет фиксирует нарушения, он обращается с фиксацией этих нарушений в соответствующий судебный орган и уже решение принимает, конечно же, суд с учетом мнения всех сторон. Пока есть такая возможность поучиться на опыте других пользователей, которые допускали такие существенные нарушения и что-то может быть исправить в своей деятельности или где-то повнимательнее отнестись, я хочу озвучить такие самые типичные, самые часто встречающиеся. Это первое основное невыполнение мероприятий регулирования, нарушение сроков отчетности, отсутствие учета, отсутствие производственного охотничьего контроля, отсутствие охотничьей инфраструктуры, предоставление недостоверных данных, ухудшение состояния среды обитания. Это все является существенным условием, вернее, все является нарушением существенным условием. И отдельно хотелось еще озвучить такой момент, какой кучей инфраструктуры. Обязанность по ее созданию, это у нас предмет соглашения, то есть это даже не обязательство какое-то, а это является предметом. То есть комитет представляет право пользования на добычу, а со стороны охотничьего пользователя ждет проведение мероприятий плюс создание охотничьих инфраструктурных. Это делается с целью привлечения инвестиций, с целью развития охотничьего хозяйства и является необходимым условием для пользования животным миром. В перечине объектов инфраструктуры у нас утвержден в восстановлении правительства, это все вы знаете, Лигерский кордон, охотничья база. Понятия охотничьей базы и кордон у нас там активно не определены. В связи с чем, тоже часто слышится такое выражение, я сейчас придачу вагончик и вот вам Лигерский кордон. Да, действительно, можно так сделать, но, как мы полагаем, это не совсем охотничья инфраструктура и вопрос будет рассматриваться дальше более детально. Практика покажет. При надлежащем соблюдении ни о каком расторжении, ни о каких, так сказать, иных действиях со стороны комитета речь тут не может. Только на завершении могу призвать всех внимательнее еще раз перечитать соглашение, внимательно к нему отнестись, исполнять все условия, обратить внимание на инфраструктуру, да, по поводу еще инфраструктуры. У многих пользователей участки для ее создания предоставлены, они в соглашении включены, но тем не менее, несмотря на то, что они в соглашении прописаны, договор о ремонтных участках до сих пор не заключен по несколько лет, допустим. Или есть обратная ситуация, когда договор заключили на использование, вплоть до, там, полутора тысяч гектар некоторые. Но до сих пор, опять же, никак ведь участки для создания охотничьей инфраструктуры не используются. Вы упоминали о том, что в основании правительства дизема хрии виды объектов охотничьей инфраструктуры, которые требуют отведения лесных участков для их изведения. Как вы полагаете, в рамках исполнения охотничьего соглашения необходимо возводить все три группы объектов, то есть егерский кордок, охотничью базу и охотничий вольвер. Или будет достаточно одного? Это первое. И второе. Будет ли достаточно разместить, скажем, охотничью базу в пределах населенного пункта? Есть ли законодательная и судебная практика, которая бы увязывала скорость реагирования производства охотничьего инспектора на сигнал о подготовящейся правонарушении с наличием егерского кордока? Ну, в отношении первого вопроса. Законодательно действительно у нас не установлено. Установлена только необходимость возвести судебную практику. Что мы сейчас по этому вопросу как раз сформировали. То есть как на это посмотрит суд, покажет премию. Естественно, мы все это озвучим. Естественно, тоже очень заинтересованы в разрешении этого вопроса. И второй момент. Скорость реагирования как зависит? Ну, наверное, все зависит от площади угодий. Это первый вопрос. А второй вопрос все-таки для возлежащего осуществления деятельности. Ну, вот сейчас в отрыве охотничьего хозяйства. Если на территории угодья работает какой-то человек или группа людей, наверное, ему было бы необходимо иметь какое-то место, где он может прийти, согреться, скажем так, заполнить какие-то документы, храбить какое-то свое оборудование. Я думаю, здесь имеется в виду это. Это ваше личное мнение? Это ваше личное мнение. На сегодняшний день Светлана Алексеевна отлучила те моменты, на которые обращают внимание суд. Именно неисполнение, которое ведет к прекращению права пользы. Я считаю, вот со стороны именно комитета, это вам инструкция для действий. Мы не скрываем эти моменты, там под супно не кладем, кто-то там, говорится, судебное решение не читает, не уточняет этот момент. Мы придаем это публичным, для вас, для всех. Это информация, она открытая с нашей стороны. Это вам рекомендации в действии. Соблюдение этих всех условий, которые были признаны существенными и были в основу решения о прекращении права пользы, они, по сути, исполнимы вами на 100%. Они зачастую банальны, просты, формирование отчетности, осуществление охраны охотничьего котика, выкладка кормов, вот они все основные моменты, они все исполнимы вами, более чем. Учетные работы у нас ведутся почти в течение всего года. В зимний период у нас учитываются те виды, которые относятся к квартирам, для них устанавливаны определенные методики вычета, не забывайте об этом. Все остальные виды вы можете учитывать в течение года. Вами направляются уведомления о проведении учетных работ за 30 дней до начала рейтингового года. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Это требование приказа по мониторингу. В прошлом году комитет проводил контрольного учета на территории охранничьего ухода совместно с опытом пользователями. Всего у нас было проведено контрольных учетов с 33-мя охотопользователями на территории 50 из гребеных охранничьего ухода. Все охотопользователи были заранее обучены о том, что будет совместный учет проходить. Были направлены письма почтой. Однако не все охотопользователи эти письма получили. Причем, когда эти письма возвращались к нам неполучно, на них стояла отметка, что либо они пролежали на почте 30 дней и вы их не забрали, либо что адресат вообще отсутствует по месту регистрации. С целью дальнейшего допущения таких моментов у меня есть к вам предложение, чтобы в дополнение к почтовому отправлению мы могли вам рассылать уведомления по электронной почте. Некоторыми охотопользователями вообще были проигнорированы наши письма о проведении совместного учета. Все это привело к тому, что материалы по численности, которые предоставлялись в комитет, по этим уходам, где были выявлены нарушения, не были включены в государственный мониторинг и государственный охотно-хозяйственный регистр. Это привело к тому, что по этим охотопользователям был вынесен отказ в установлении ввода на 2024-2025 годы. Равнализировав, в общем, данные, которые представляются по учетным работам, можно отметить, что не все охотопользователи относятся с должным пониманием к качеству материалов, которые они представляют в комитет. В материалах учетов были выявлены математические ошибки, которые влияют на конечную численность. Были выявлены технические ошибки с неправильным указанием дат дней порошенных, дат дней учетов и затерок. А также, ввиду невнимательности, отсутствовали отметки, которые предусмотрены методиками учета. В том числе, если учет проводился совместно, не были вписаны фамилии, имя, отчество инспектора, с кем проводился учет, а также не стояла отметка о том, что учет принят или не принят. Те моменты, которые мы в анализе выявили, постарались вместе с опытом пользователями до окончания учета устранить. Так, перейду к следующему вопросу, второму. Здесь был вопрос о предоставлении сведения об объемах изъятия. На 1 апреля вы предоставляете данные об объемах изъятия ежегодно. Порядка введения государственного мониторинга предусмотрено представлением этих сведений два раза в год. С 1 до 10 апреля вы их направляете и до 1 сентября. В 2023 году мы проанализировали все данные, которые были предоставлены походу пользователям. И в работах контроля мониторной деятельности были вынесены огромное количество предостережений, в связи с тем, что, опять же, в предоставленных данных присутствуют в большом количестве ошибки, недочеты и так далее. Хотелось бы остановиться на некоторых из них. Это в формах мониторинга предусмотренных, которые вы сдаете. Либо присутствуют пустые графы, говорящие о том, что вы просто-напросто эти данные не предоставляете. Либо указаны какие-то определенные знаки, которые говорят о том, что нет сведений, хотя вы должны провести учет по всем 82-м видам, которые у нас относятся к охотничьим ресурсам и предоставят сведения. Поэтому, пожалуйста, относитесь более внимательно к тем данным, которые вы предоставляете в материалах выжетов и направляете в адрес комитет. Все эти материалы необходимо направлять официальными письмами. Просто есть автопользцы, которые отправили на электронную почту, без официального письма, в формы и забыли про них. Для того, чтобы потом эти материалы были включены в данные мониторинга подхозяйственного реестра, их надо направлять официально. Тогда перед вопросом, Денис Ильич, спасибо. Также о регулировании честности охотничьих ресурсов попрошу вас. Да, можете. Спасибо. В настоящий момент времени комитетам принято три приказа по регулированию честности охотничьих ресурсов. Это кабан, волк и леса. Данные приказы включены на странице комитета, в уведомлении разрушены всем автопользцам о том, что данные приказы приняты. Сроки регулирования кабану у нас установлены до 19 июня, по лисице и волк до 31 июня. Просьба ко всем охотничьих пользователям выполнять регулирование в полном объеме, в котором установлены приказы. И обратите внимание о том, что кабану необходимо сдавать пробу на циркуляцию вируса африканских жемослийных. После окончания регулирования численности, не забудьте о том, что вы должны предоставить комитет сведения о выполнении приказов в течение 10 дней. По регулированию численности лисицы, в общем, как и по любительской спортивной охоте, комитет обращается к вам с просьбой ориентировать охотников на добычу лисицы как можно ближе к территории расположения населенных пунктов. С чем это связано? Это связано с тем, что в прошлом году и в первом полугодии этого года поступает большое количество обращений от главных муниципальных районов о том, что лисы заходят на территории населенных пунктов. Как правило, такие заходы связаны с тем, что лисы наносят ущерб домашнему хозяйству, в том числе птице и домашнему животному. Да и леса являются одной из основных веков, которые подвержены вешенству. Поэтому большая просьба, именно когда вы даете разрешение на добычу, просить охотников осуществлять добычу, потому что где же к этим территориям, где расположены в своем доме. Комитет ввел регулирование в связи с тем, что в схему размещения охотничьих убодий в Саратовской области был приведен показатель максимальной плотности для этих видов. Для лисицы это одна осень на тысячу вектар, для лук это одна осень на двадцать тысяч вектар. Соответственно, превышение численности, которое есть в хозяйстве по этим видам, было на регулирование. Надо обратить внимание, что не стоит ожидаться решения комитета под введением таких показателей регулирования численности, а стараться самостоятельно снижать чистость этих видов убодия до тех параметров, которые заданы схеме и различны. Есть проблемы, мы на прошлом совещании поговорили об этом. Но ситуация немножко, не то что немножко, она не изменилась. Изменилась в каком плане? Говорили мы о том, что на территории охотников пользователей закреплен охотничьих убодий. Добыча лисицы в рамках спортивной любительской охоты, которая открыта у нас с конца октября, там с последней субботы-октября, под конец января. Пользователям ненадлежащим осуществляется как выделящее решение, так и ее добычу. Можно приводить примеры. Пользователь берет 100 бланков на лисицу для организации вытащи физическим лисицу на свою территорию. А добычи нет, и бланки не выдаются. Некоторые пользователи вообще игнорируют получение бланков на соответствующий сезон спортивной любительской лисицы. Именно на сезон для осуществления спортивной любительской лисицы, чтобы можно было добывать по лисицу. О чем можно говорить тогда? Естественно, это естественный процесс в кредитной природе, когда она не добывается. Естественно, она будет чистить, и она начинает расти. А начинает чистить расти, начинает возникать бешенство. Поэтому здесь этому тоже нужно уделяться особое внимание. Не ссылайся на именно, что регулярно, сейчас вы нецелесообразно. Ребята, у вас есть еще сезон спортивной любительской лисицы, где вы полноценно можете добыть ту лисицу, которую вы учли, и, соответственно, придержать ключичственность оптимальную, которая позволит лисице не заходить в населенные пункты, не создавать неудобства гражданам, отдыхающим, если на даче какие-то кооперативы есть, ограничиться с ними. Люди отдыхают просто в лису. И, соответственно, чем меньше лисицы, тем благополучнее будет дали на территорию. Поэтому здесь я вас прошу также уделить этому особое внимание именно вопросу регулированной численности. Не важно, в рамках приказа регулированной численности, в рамках спортивной любительской лисицы, когда для организации нам ближайшие, ближайшие ведущие. И, соответственно, идет от вычек. Уделите этому, пожалуйста, внимание. На территории Саратовской области штатная численность государственных охотничьих областей составляет 55 человек. Производство конспекторов – 219. В завесок шепелевый 2024 года на территории области выявлено 332 нарушения, допущенные охотниками и охотных пользователей. Всего в Альмионе допущено 118 нарушений правил охоты. Из них на территории закрепленных охотничьих в Угоде выявлено 64 нарушения. Сотрудниками и пользователя производства охотничьих в Угоде составлено 13 актов о наличии признаков административного правонарушения, что составляет 20% от выявленных нарушений на территории закрепленных охотничьих в Угоде. По 14 материалам направлены в мировые суды для принятия решения о лишении права охотника производить охоту. В большинстве случаев охотник решается право охоты на один год и более. За истовавший период 2024 года было выявлено 6 случаев незаконной охоты на территории Саратовской области. Из них на территории общедоступных охотничьих в Угоде выявлено один случай. Все остальные случаи выявлены на территории закрепленных охотничьих в Угоде. 4 лица установленных в совершении незаконной охоты возложены на 4 уголовных дела. Один из последних случаев незаконной охоты было установленным инспектором комитета 28 мая на территории закрепленных охотничьих в Угоде в Угоде в Балдейском районе незаконной охоты на Сарково-Восяк. По результатам проведенных контролем натрольных мероприятий комитета в адрес от пользователей направлены в годы 30-ти рекорд-вестережения по недопущению нарушения обязательных требований действующего законодательства. С 1 сентября 2024 года изменяется порядок осуществления производственного охотничьего контроля. Основным изменением относится то, что мероприятие производственного охотничьего контроля осуществляется на основании рейдовых заданий, которыми утверждается охот пользователей. И при проведении производственного охотничьего инспектора, охотничьего инспектора на себя должен иметь не только удостоверение производственных, но и указанные рейдовые задания. По этому ознакомиться с изменением действующего порядка, который вступает с 1 сентября 2024 года, и не примите во внимание. Кроме того, поздравим, что производственного охотничьего контроля осуществляется производственного охотничьего инспектора в границе охотничьего угодья с мероприятиями за той иной территорией. И по окончании проведения охотничьего контроля в отношении физических рейдов в узком форме сообщается о результате проведения в случае составления акта о наличии рейдов административного права нарушения. Акт направляется в течение двух рабочих дней, а вот пользователям в адрес комитета либо в полицию, в зависимости от нарушения. Также хотелось ответить на нарушение порядка выпеча разрешений, которые выпускают охотники пользователей. Не заполняются сведения об охотнике, не заполняются сведения о животных, подлежащих добыче, что может привести в дальнейшем не только к административной ответственности, но и к нанесению учебного животного умера. Владимир Вячеславович, Вы упомянули о том, что в 2024 году в отношении опыта было вынесено в принципе предостережения, а нет запущения нарушения обязательных требований. В частности, мне бы хотелось уточнить о предостережениях, которые касаются снижения численности реагоградочных ресурсов. В своих предостережениях Вы увязываете этот факт с недостаточностью биотехнических мероприятий. Скажите, пожалуйста, какие-либо научные исследования на эту тему были проведены или какая причина следственных наследств, она гипотетическая? Вы как охотник полиции подаете сведения по численности охотничьих ресурсов. И согласно Ваших сведениях, которые вы предоставляете, идет снижение численности. В то же время государственная охотничья инспекторат, когда находится на территории из-за предоточного численности, он находится на охотничьих угодных при проведении постоянного рейда, фиксирует факты того, что на территории того или иного инспекторного охотничьих угодья, дело сформировано на потолочных площадках, хранушки и так далее. Просто мы сейчас говорим про факты, которые, в принципе, это стережение, где-то зимний период времени. В зимний период времени, в частности, а вот пользователи не осуществляется миотехническими охотничьями. Я сейчас имею в виду другие виды, не все, которые в зимний период хранушки, а такие, как червок-трестунов, червок-сестунов, горлица, слизового, другие, зрелые, другие, другие. А вот это стережение носит онкологический характер, но это убеждает вводительное служение. Анализ и те случаи, которые зафиксированы в соответствующих документах, зарегистрированы в соответствующих инстанциях, эти цифры объективно отражают реальную картину, та, которая есть на сегодняшний день в Саратовской области, а именно на территории, закрепленной, которая чуть-чуть будет. Вот в 22-м году из 15 случаев, 12 случаев были выявлены, только на территории, закрепленных охотничек в воде. Это 80% от общего случая. Идем на 23-й. Из 22-х случаев, 16 на территории, закрепленных охотничек в воде. Это 73% от общего количества. На сегодняшний день из 6-ти всего зарегистрированных случаев, те, которые действительно были, люди там, задержаны, были там, знаете, животными, незаконно добытые, там, не срок. Из 6-ти всего случаев, 5 случаев на территории закрепленных. Какие здесь еще могут быть вопросы? Вот какие здесь могут быть вопросы именно от комитета? Я считаю, здесь объективный вопрос пользователей. Но, к сожалению, цивь тенденция, в общем, такая она негативная, и динамика, она отрицательная, она не ваша пользу, не в пользу пользователей. Это говорит, что нет производства охотничек в воде на территории закрепленных охотничек в воде. Но те объективные цифры, это статистика, она, эти сведения отражены во всех публичных документах комитета, это рассчитано, соответственно, мы имеем сегодня проблему с вами. Мы имеем, я говорю, не вы имеете проблему, заметьте, я сказал, мы имеем проблему. Никто из пользователей, ну, нет, здесь неправильно я выражаю, некоторые, а вот пользователи, видя проблему, обращаются, усилия где-то работу, где-то консультирование провести, где-то там помочь в каких-то вопросах, именно задержать их единицы, я на руке могу посчитать этих тренинг назад, не буду это делать. Должна ситуация меняться, и вы должны, как никто, уже сюда сегодня бежать и говорить, блин, помогите, помогите. Даже есть люди, которые принимают вопрос, именно я принимаю этот вопрос, при общении с пользователем, именно что у вас проблемы есть. Я говорю о них, сделайте акцент на всем этом, соответственно, вы должны переоценить, посмотреть в отношении единицкого состава, посмотреть в отношении других вопросов, именно которые мешают на сегодняшний день вам ситуацию выправить и снизить это количество. вы на себя взяли обязательства по производству охотничьего контроля, и как никто, это ваша заинтересованность. Мы здесь, ваши помощники, обращайтесь, говорите, давайте совместно. Тем более, общаясь с вами, вы все эти службы, всех этих людей, которые все это осуществляют, вы их всех знаете. Поэтому здесь эта работа наша с вами совместная. Давайте перестраивать, давайте выстроим систему. Плюс дополнительно хотел именно озвучить вопрос с уроком. На сегодняшний день, да и вы в полях встречаете, случаев фиксации на сегодняшний день очень мало, касаемо того, что фермера давит, собственно, правильный пич сегодняшнего дня. Вот в Ольске, слава богу, там, производство, по-моему, лучше есть, представьте, случайно. Вот. Почется похвалить вы именно в вопросе осуществления задержавного посредством гражданина, который задержал вот с этой вот банкой, с веществом, который он забрасывал в норы и закапал. То есть именно вот прямо на случайно гражданин был задержан. Сейчас вот отделом полиции, вольственно проводятся определенные мероприятия, сейчас они эксперты заотправят, там, устанавливают, как эти вещества рассказываются на животных. То есть в эту тему сейчас будет первый случай, который нам, который именно сказал, в чем проблема. Вот гражданин, вот она банка, вот она вещества, там эти таблетки присутствуют, потому что вы знаете об этой проблеме, как никто. И здесь вот в этом вопросе именно от вас должна быть инициатива. Вот здесь они смогли задержать, будем надеяться, максимально мы там по всем статьям, что называется, отработаем и с отделом полиции, и по своей части именно привлечем и будем вот в факт вопрос именно о помещении ущерб среди питания, потому что она уничтожена, скорее сурка там нет. Петровский район, в целом отношении с феррами. То есть мы решаем вопросы, там, сурка там и так далее, даем им все это решить. Но по большому счету надо всех фермеров брать, и то есть на них всех оформляют. Они фактически убивают весь животный мир. То есть сыпят всякие там вот эти белые порошки и так далее на полях. А когда их берешь, они говорят, извини, вот тебе телефон зампреду, звони, которая отвечает за сельское хозяйство. Вы срывайте нам посевные, вот так обычно говорят. Поэтому как-то тут определитесь наверху уже, то есть вот как и что, либо там, и потом это шесть раз год вот это идет, вот это безобразие. То есть они как скафандр одеваются, и пошло химия травить вот эти все поля. Бедные животные с полей убегают в лес, вот какая ситуация. И это все нормально. Есть еще вопрос. Кстати, еще хотел один момент, и не касаемо учета. Приведу пример. У нас был факт незаконной добычи косули на территории Соксианского района, на территории Саратовской землящики, если не ошибаюсь. Приведя, отправив косули на экспертизу, подготовив учебное заключение, и было установлено, что изначально нам как-то, ну, по описанию того, что целое было, как мы предполагаем, что это Сибирская, а оказалась косули европейская. Что касается именно мониторинга, информации, которую пользователь на протяжении многих лет и представлял, чисто на территории Соксианский район, ядер на тот пользу не указал именно то, что имеется в охотничьем гонтике косули европейской. Знаю, ряд пользователей уже и на своей территории встречает, поэтому просьба при проведении учетных работ не только в рамках зимнего маршрута, но и визы, другие методы учета и способы учета, фиксируйте непосредственно. Вот показал случай, что косули добытая, она отказывается европейская. Все вы знаете, что косули европейская у нас в Саратовской области написана к коснокнижному приюгу. Поэтому мы тоже хочется именно вам указать на это. Будьте внимательны и при осуществлении обхода, и в целом при проведении учебных работ фиксируйте эти случаи и предоставляйте сведения. Как мы все знаем, был указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года на национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года в цели достижения на территории не только Российской Федерации, но и Саратовской области параметров, обеспечивающих рост экономики. В исполнении данных указов Президента о распоряжении Бориса Саратовской области, номер 166 ПРП, утверждены показатели последней месячной заработной плате одного работника в различных сферах экономики Саратовской области, в том числе появились экономические деятельности охота отлов и расстрелы диких животных, включая представление услуг в этих сферах. Размер средней заработной платы был установлен на 40 1731 рублей. По итогам 2023 года фактическое значение показателя составило 42 387 рублей. Темп роста по сравнению с 2022 года в процентном соотношении составило 114,5%. Всеми охотно пользуемым проделанием большая работа, многими была пересмотрена деятельность своих работников и, как следствие, была увеличена им заработная плата. За что комитет и я лично выражаю нам благодарность за проделанную работу. Но также есть некоторые охотно пользы, где гадровая политика не ведется. Нет производственных охотно-инспекторов, им не совсем уходят. Такие пользователи, к сожалению, есть. Где в угодах есть один гегер, который занимается непроизводственным охотничком, который в частности в хозяйстве, висующее какое-то деятельность, как сторож. Ориентирующий показатель по зарплате планируется установить в районе 50 000 рублей. Воспоряжения пока нет, но уже проект есть. Как только оно будет опубликовано, сразу будет доведено до вашего сведения. Есть вопросы. Мне хотелось бы вам задать ответственность. Взялся именно вопрос сейчас. Взялся именно у вас в части тенденции касаемо привлечения и развития годничьего хозяйства на цепи действительно рассвеживания ваших деятельностей. Хочется, чтобы вы не останавливались, а чтобы вы непосредственно развивались, непосредственно те вопросы, которые у вас на сегодняшний день доставляют задуматься, разъясните их. Здесь у нас в комитете мы полностью, говорю еще раз, что я говорю вам, открыты для разговоров. Наша с вами в общем задача – это развитие, это поддержание численности каких-то, численности увеличения. Основная задача, конечно же, от увеличения. Причения мы сможем, вот, подостичь именно надлежащих, проводя мероприятия по сохранению охотничьего использования, надлежащих, проводя мероприятия по осуществлению производства охотничьего контроля. Только так мы с вами сможем достичь эту цепь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok